В Наринмаре названы имена победителей конкурса ветеранских объединений «Социальная звезда». Он проводится в Ненецком округе уже во второй раз и призван повысить качество социальной и материальной поддержки ветеранов. Кроме того, в рамках конкурса были выявлены самые активные представители ветеранских советов. На церемонии награждения побывала и наша съемочная группа. Подробности в следующем материале. В актовом зале мэрии практически ни одного свободного места. Здесь чествуют победители конкурса ветеранских организаций «Социальная звезда». Среди участников 14 общественных объединений, причем многие зарегистрированы в сельских поселениях. Это Тельвиско-Лабышская, Харута-Красная. Члены нашей организации занимаются и в спорте, и в художественной самодеятельности, в театре кукольной. Тоже там ветераны наши участвуют, в школу участвуют. Во всех мероприятиях мы участвуем. Я впервые на этом мероприятии, конечно, такой волнующийся. Много очень гостей. Очень приятно. «Социальная звезда» — это не только поощрение активных ветеранских объединений. Здесь у людей высокого возраста появляется уникальная возможность пообщаться с единомышленниками, подвести итоги работы в уходящем году и наметить планы на год грядущий. Мы, наверное, подводим сегодняшним мероприятием «Социальная звезда» итоги работы ветеранских организаций за целый год. Это мероприятие, на которое обретает силу, размах, интерес у всех ветеранских организаций. Потому что, если говорить прямо, мы объединяем ветеранов, начиная от 60 лет и до окончания их жизненного пути. Мы, наверное, единственная организация, которая в этом направлении следует, развивается и наращивает большой опыт. И мы сегодня видим, как интересно выступают уже все коллективы, как они отвечают на те успехи или на то поощрение, которое сегодня им вручается, все эти награды. Что касается номинаций, то их в списке 10. Есть, например, за сохранение памяти о малой родине, за связь поколений или вот за эффективную социальную поддержку ветеранов. В Совет ветеранов Харуты, например, взяли номинацию за преданность делу ветеранского движения. «Социальная звезда» проводится уже во второй раз. Идея принадлежит Татьяне Орловой. В организации конкурса помогли недра пользователей. Главные партнеры проекта – компания «Башнефтьполюс» входит в группу «Роснефть». Эту идею инициативу высказала Татьяна Никандровна Орлова. Ей принадлежит инициатива. Нам она понравилась, мы ее решили поддержать. И, понятное дело, что ветеранские организации, они работают всегда активно. Но такой момент соревнования, да, он, конечно, является таким дополнительным стиплом, таким дополнительным моментом, который сподвигает ветеранов быть более активными, проявить себя. И поэтому нам эта история, эта идея, она близка. Всего же в окружной ветеранской организации на сегодняшний день состоит 72 клуба из разных уголков Заполярья. Общественники организуют творческие, спортивные, досуговые и развлекательные мероприятия. Организаторы уверены, в следующем году количество участников «Социальной звезды» непременно возрастет. Ведь этот конкурс уже стал доброй традицией для тех, кто даже на пенсии придерживается активной жизненной позиции.